Если у вас меньше тысячи подписчиков, перед вами открывается офигенная возможность ударить по алгоритмам Не возлечать, а вот отсюда сразу Зацепить вашу аудиторию и собрать реально много просмотров Как это сделать? Вы должны снять правильное видео Какое именно, мы расскажем вам прямо сейчас Привет, меня зовут Артур и это канал Movavi Существует несколько типов видео, которые могут отлично зайти, если у вас меньше тысячи подписчиков Я хочу выделить самые лучшие и первый тип это versus видео Нет, не нужно снимать новый рэп-баттл, versus означает сравнение Что-то против чего-то Давайте разберемся более подробно Например, мы на канале Movavi Vlog тоже делали такие versus видео Обязательно посмотрите эти и другие видео на нашем канале Мы периодически даем различные советы о продвижении на ютубе Например, вот этот ролик В какой программе лучше монтировать видео? В Adobe Premiere Pro versus видеоредактор Movavi Plus Или дорогой Рик versus дешевый Кстати, тоже довольно интересная подрубрика Дорого versus дешево Всегда интересно посмотреть такое сравнение Ибо не всегда дешево значит плохо А дорого бывает неоправданно дорого Всегда такое будет интересно На своем личном канале я делал ролик Дорогая камера versus дешевая камера По итогу он стал одним из самых просматриваемых роликов на канале И почему так важно делать versus видео? Потому что, когда кто-то ищет сразу две вещи Этот кто-то скорее всего планирует что-то купить А когда мы хотим что-то купить Мы хотим узнать все детали о каком-то товаре И похожих на него товарах Что хорошо влияет на удержание Люди будут смотреть от начала до конца Что в свою очередь скажет алгоритмам Что ваше видео стоит продвигать Конечно, вы должны чувствовать свою нишу И делать сравнение тех товаров Которые будут максимально интересны вашей аудитории Например, когда выходит новая камера Которую все видеографы долго ждали Сразу же после запуска продаж вы снимаете сравнение этой камеры С какой-то другой камерой И бум! Вы попадаете в интерес зрителя Все думают о покупке Следовательно, CTR высокий Удержание хорошее Зрители довольны Вы довольны Все довольны То есть это первый вид versus видео Выпуск актуальный в определенный момент времени С запуском какого-то товара или услуги Но также есть и всегда актуальные versus видео Видео о товарах, которые всегда пользуются спросом Или темы, которые всегда будут интересны зрителям Как раз рубрика Дорого versus дешево будет интересна всегда Вы можете брать дорогие и дешевые товары Из абсолютно разных ниш И просто делать их сравнение Особенно такая рубрика может быть интересна в кризисное время Либо это могут быть товары в конкретной нише Например, определенные популярные модели камер Которые пользуются спросом среди начинающих Всегда появляются новые люди в этой нише Которые начинают снимать И не знают, какую камеру выбрать А как насчет мясоед против вегана Всегда актуальная тема Всегда задаются этим вопросом Интересно посмотреть на очередной спор мясоеда и вегана Или автомобильная ниша Самые ходовые модели Сравнение Solaris, Rapid и Polo Более того, если вы сами не знаете что-то о каком-то товаре Вы можете пойти на выставку, где презентуется новый товар Возьмите интервью у представителя компании и выпуск готов А что насчет финансовые темы У вас канал о финансах Сравнение Банка Тиньков и Сбербанк, например Более того, через сравнение двух товаров или услуг Вы отвечаете на вопрос зрителя И дальше можете перевести их на другое видео на канале На другую свою соцсеть, на свой сайт и так далее Понимаете, к чему я веду? Люди постоянно что-то покупают Постоянно сравнивают одно с другим Это отличный способ начать строить отношения с вашей аудиторией Снимайте Versus Video и будете красавчиками Напишите в комментариях, вы уже делали Versus Video И если делали, то что сравнивали? Напишите в комментариях А если еще не сняли, то я хочу, чтобы вы сделали это прямо сейчас Представьте себя на месте зрителя Вы сидите, голову ломаете, не знаете, что лучше это или это И тут появляется автор, который все по полочкам раскладывает и решает вашу проблему Это очень важно Вы решаете чью-то проблему У кого-то болит, а вы предлагаете свое лекарство в виде контента Это очень важно Разработчики Movavi всегда стараются прислушиваться к обратной связи от наших пользователей А теперь у каждого подписчика канала Movavi Vlog есть возможность увидеть и попробовать новые возможности Видеоредактора Movavi еще до того, как их увидят остальные Именно вы, ребята, сможете повлиять на то, как будет выглядеть новая версия программы Как? Очень просто Перейти по ссылке в описании и оставить свой контакт Наши классные ребята индивидуально подберут самые интересные тесты и свяжутся с вами по почте, чтобы все показать и рассказать Так что кликай по ссылке Следующий тип видео это топы Топ 5 лучших видеоредакторов для начинающих Или 10 простых переходов, которые должен знать каждый 7 крутых идей для видео, тикток и инстаграм и так далее Такие топы можно делать точно так же в абсолютно любых нишах И почему это важно? Когда вы пишете топ 5 чего-то там, вы сразу же ловите интерес, имея в виду, что все эти вещи стоят внимания зрителя То есть зритель посмотрит каждый пункт Следовательно, удержание будет выше Мы на канале Movavi Vlog регулярно делаем топы, ссылки на некоторые из них будут в описании Более того, топы могут включать в себя сравнение, то есть версус видео Можете сравнить между собой вещи из разных пунктов Но помимо хорошего удержания, так же важно привлечь внимание зрителя с помощью элементов на вашей превьюшке Обложки вашего видео И на это у меня тоже есть один трюк, который увеличит ваши просмотры, если на канале меньше тысячи подписчиков Добавляйте логотипы или товары узнаваемых брендов на ваши превью, такие как Apple, Coca-Cola, Nike и так далее И даже не всегда обязательно, чтобы само видео было напрямую связано с брендом, который вы показываете Скажем, какой-то человек крупным планом может пить Coca-Cola, где крупно виден логотип Или вы рассказываете про обработку фото на смартфоне, а крупным планом показываете iPhone Бренды классно идут и в версус видео, например, iPhone против Android, Coca-Cola против Pepsi, Nike против Adidas, PlayStation 5 против Xbox, Mercedes против BMW и так далее Популярные бренды всегда зацепят внимание любого зрителя просто потому, что их все знают Однако знаний о таких типах видео и разных фишечек недостаточно, чтобы успешно вырастить свой канал Довести его до тысячи подписчиков или даже выше Поэтому вот несколько советов, которые помогут вам вырастить свой канал на YouTube Во-первых, знайте свое дело, ту нишу, которую вы выбрали Вы точно во всем разбираетесь? Если ваше знание не то, не сё, с огромной вероятностью, зрители это почувствуют и вы не сможете успешно вырастить такой канал Либо вы можете учиться и вести свой канал параллельно, но в таком случае вы будете расти очень долго с наибольшей вероятностью Так что знайте себя и определите тип контента, который будете создавать Во-вторых, ставьте цели Часто люди просто не знают, к чему идут со своим контентом Цели в контенте очень важны Вы должны четко видеть, к чему идете Я не говорю про цели типа «я хочу иметь 10 лямов подписчиков» Это нереалистичная цель У вас должны быть цели, которые вы объективно можете достичь, но они немного дальше, чем на расстоянии вытянутой руки То есть что я имею в виду? Вы должны ставить цели на основе знаний, которые получили Если сейчас на вас подписывается 5-10 подписчиков в день, то ваша цель должна быть 20-30 подписчиков в день И когда вы четко определяете свои цели, когда вы говорите «через 4 месяца у меня будет столько подписчиков, у меня будет столько видео на канале, я буду делать это и это» Такая установка помещает вас в ритм движения в правильном направлении, что в итоге приводит вас к достижению этих целей Цели будут двигать вас вперед и вы будете стремиться к тому, что объективно представляете и четко понимаете, каково это будет достичь этой цели, которая немного дальше, чем сегодняшний момент Таким способом вы сможете добиться успеха на ютубе Далее определите вашего целевого зрителя, подумайте, кто тот самый человек, который будет смотреть мои видео Вы должны иметь идеальное представление такого человека или группы людей с общими интересами Кто они? Какие у них проблемы? Какие проблемы вы можете помочь им решить? Что им нравится? Что им не нравится? Где они проводят время в интернете? О чем они разговаривают? Какие инсайды они обсуждают? Все эти вещи очень важно понимать, когда вы начинаете общаться через камеру со своими зрителями, которых ищите Также такое понимание поможет вам намного быстрее понять, какие видео снимать, как часто, что на превьюшки ставить, какие заголовки писать Потому что вы знаете, кто будет смотреть ваши видео Это огромное преимущество, когда вы ведете свой ютуб канал Также нереально важно продумать, а еще лучше прописать свой личный бренд или бренд, который вы продвигаете на своем канале И тут есть несколько важных моментов Первый – это визуальная часть Как ваш бренд выглядит и ощущается Стиль аватарки, стиль баннера, стиль обложек У вас должен быть особый брендинг, особая идея, которая покрывает все, что вы делаете Создайте особую атмосферу для будущих посетителей канала Они должны иметь визуальное представление о вашем бренде И у них сразу же должны возникать визуальные ассоциации с вами, когда они смотрят на определенные элементы стиля Но помимо графического визуала, также важен и сам контент Сейчас сзади меня синий фон, и это один из оттенков Movavi Я ношу футболку с логотипом Movavi на обложке канала «Разное оборудование», которая показывает, что этот канал о создании контента Но бренд не только в визуале Зрители должны чувствовать ваше видео определенным образом Я должен придерживаться определенной манеры от видео к видео, за счет чего зрители сразу понимают, чего ожидать в каждом видео Если у вас не будет постоянного бренда и все меняется время от времени, это приведет к тому, что зрителя зацепит какое-то одно видео, где вы, не знаю, карабкаетесь по горе, такой экшен, круто все А в другом видео вы сидите такой грустный, с одного ракурса и размышляете, не знаю, о котиках Отсюда у зрителя будет вопрос Меня привлекли горы, динамика, зачем мне смотреть другое видео, я не за этим подписывался Более того, если вы так делаете на регулярной основе, вы начинаете медленно разрушать ваш канал Не надо прыгать, как червяк на сковородке В этом суть бренда Вы должны быть постоянны во всем, что делаете И я оставлю вас с нашими другими видео про 5 секретов на ютубе Как набрать первую тысячу подписчиков Как сделать ютуб видео на своем телефоне Как набирать просмотры на ютуб И другими полезными видео Все ссылки есть в описании И не забывайте, что сложно снять просто Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok